там смотри сколько людей, что на систему с собакой привезут, еще другую собаку на осмотр, еще вот этих сколько по-моему еще в 5 часов кто-то записан да, перелом открытый здесь внутри суставной перелом, то есть здесь без рентгена, это можно сказать, потому что связки разорваны суставы опять-таки есть вариант такой, что как бы зафиксировать конечность временно, она зарастет, а потом после этого вернее немножко закрепится, немножко обрастет мышцы, уйдет этот острый процесс, потом эту рану вот так сшиваем закрываем эту кость, но кость нужно, как сказать, не допустить, чтобы она погибла, эта кость то есть процесс воспаления убрать и не просто есть у нас салфеточки в итоге вот 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 Если бы ей было боль, она бы отреагировала. Боль бывает сильная в первые дни. Но если это зарастет в таком положении, то в этом суставе она не сможет сгибать эту лопу. Но пальчиками сможет двигать, в локте тоже сможет. То есть только лишь этот сустав не будет работать. Лишь бы ходила, да? Лишь бы пользовалась лопкой. Конечно, было бы хорошо зафиксировать и так и оставить это все, но, к сожалению, так не получится. К сожалению. Лучше помню, вот это вот, а потом смешать, а потом остырь. Ну, что, коня сверите? Да, с намордником. Ну, спокойно, без намордника это зверь. Немножко положить этот бинт фиксирующий. А, у вас это еще есть. Вот это хорошо, да? Как временная помощь. Надо слить тогда палку. Что, что? Этим у нас. Да. Не знаю, сейчас нужно это или нет. Здесь уже есть шины. Давай вот просто слегка бинтиком намотаем и все. Уже фиксация здесь есть. Не-не, обычный бинтик. Не-не, обычный бинтик.